В ходе сессии депутаты одобрили бюджет территориального фонда медицинского страхования. В 2017 году он составит около 42 миллиардов рублей. Эти средства пойдут в стационары, поликлиники, на станцию скорой помощи, а также другие медицинские цели. Также краевые парламентарии утвердили членов избирательной комиссии Красноярского края с правом решающего голоса. Шесть кандидатур не вызвали возражений. В рядах депутатов они набрали необходимое число голосов, а вот по одному претенденту мнения разделились. Таким образом, одно место в краевом избиркоме остается вакантным. К следующей сессии депутаты должны выбрать нового кандидата. На заседании также выступил генеральный директор Красноярского завода цветных металлов Михаил Дягилев. Он рассказал о показателях предприятия за прошедшие несколько лет, о сложностях и достижениях. Так растет производство золота, изделий из серебра и технических изделий. Ежегодно предприятие отчисляет в бюджет региона около 700 миллионов рублей. Депутаты задали ряд вопросов, а окончательное постановление решили подготовить к следующей сессии. Конечно же мы будем заниматься всеми нашими проектами по реконструкции, по повышению эффективности. Мы будем отвоевывать те рынки, которые каким-то образом стали для нас недоступны. К сегодняшнему дню мы уже удвоили объемы производства изделий из серебра и значительно выросли в золотых изделиях. Также отмечаю, что мы начали экспортировать ювелирные изделия из золота и из платины. Также Краснедмед некоторое время назад стараниями наших ученых освоил производство противоопухолевой субстанции на основе платины. Продолжение следует...